Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! Этим утром хочу выпустить быстрое обновление по рынку криптовалют, которое намекает на то, что в июле биткоин может ожидать восстановления. Уточню сразу, что все это является чистейшей спекуляцией, и никто не знает на 100% что будет дальше с биткоином, так что не нужно воспринимать это как финансовый совет. Однако, есть позитивные моменты, которые указывают на то, что рынок может восстановиться уже в июле. И сегодня я тебе их покажу. Сейчас на рынке наблюдается небольшой спад после того, как биткоин отскочил от 28 тысяч долларов, тем не менее биткоин все еще держится выше 30 тысяч баксов. И сейчас его цена уже больше месяца находится в этом диапазоне накопления, от 30 тысяч и 300 до 40 тысяч 600 долларов. Это, кстати, соответствует той самой модели Вайкофа, о которой мы говорили вчера. Конечно, цена не следует ей идеально, но какие-то похожие линии поведения присутствуют. Если это так, то мы увидим в конце этой модели восстановление цены биткоин. Кроме этого, в июле многие компании и институты начнут публиковать отчеты за второй квартал этого года. И, возможно, в этих отчетах мы увидим что-то новенькое о том, что та или иная компания купила биткоин. Это будет тоже очень позитивный момент. Также на графике во время вот этого падения до 28 тысяч долларов образовалась свеча молот. Именно так она и называется в техническом анализе. Она обозначает, что в моменте падения покупателей было больше, чем продавцов. А это означает, что 28 тысяч долларов за биткоин – это очень сильный уровень поддержки. И именно здесь находится много желающих купить биткоин. Сейчас мы все еще находимся в этой фазе накопления. И я думаю, она продолжится как минимум до июля. В инвестопедии можно найти целую статью, посвященную этой свече молоту. Но нас интересует только лишь вот этот абзац. Является ли свеча молот бычьим сигналом? Свеча молот является бычьим паттерном, который может, может указывать на то, что акция достигла своего дна и тренд готов развернуться. Она указывает на то, что количество продавцов по сравнению с количеством покупателей становится меньше. Важно отметить, что разворот цены вверх должен быть подтвержден, что означает, что следующая свеча должна закрыться выше предыдущей цены закрытия молота. Также давай вспомним о модели Вайкоффа. Эта статья описывает то, как она отыгрывается сейчас на цене биткоина. Отскок цены биткоина от 28 и 8 тысяч долларов активирует бычий тезис вековой финансовой модели. Это они говорят про модель Вайкоффа. Недавний отскок биткоина вселяет надежды на значительное восстановление цены в будущем. Исходя из анализа Яшу Гола, сейчас цена биткоина находится в фазе Си по модели Вайкоффа. Теоретически восстановление находится в следующей фазе Ди. Это модель Вайкоффа. Мы видим здесь точку сприн в фазе Си. Именно эта точка сприн в фазе Си как раз тот самый недавний провал цены биткоина до 28 тысяч долларов. Очень-очень похоже, не правда ли? На данный момент именно вот этот диапазон сверху и является целью биткоина. Это диапазон цен от 35 до 40 тысяч долларов. Это самые главные уровни сопротивления, которые нужно преодолеть в главной криптовалюте, чтобы продолжить рост. Но даже несмотря на то, что до этого биткоин достаточно точно следовал этой модели, она не является 100% гарантией того, что нас будет ожидать вот это восстановление. Но оно очень даже вероятно. Мы должны понимать, что сейчас цена биткоина манипулируется и основные игроки могут двигать ее куда захотят. Если они захотят, они могут устроить еще больше паники в СМИ и провалить биткоин до 22-24 тысяч долларов. Если что, я не взял эти цифры с потолка. 22 тысячи долларов – это дно по модели Stock-to-Flow Ratio, а 24 тысячи долларов – это прогноз Роберта Киасаки. Далее я хочу отметить, что уже в этом месяце заканчивается второй квартал этого года. А это значит, что многие компании и большие имена в мире финансов будут публиковать финансовые отчеты за этот период. Это будет происходить в первые недели июля. Если будут компании, кроме микростратегии, которые купили биткоин на этих падениях, то это может быть очень позитивным сигналом и привести к восстановлению рынка. Опять же, если это не факт, мы этого не знаем. Мы это узнаем в первых двух неделях июля. Я хочу напомнить, что мы находимся в самом начале институционального принятия биткоина. Как говорил Кевин О'Лири, лишь 1% всех финансовых организаций сейчас рассматривают биткоин в качестве актива. Фактически, основными игроками являются микростратегия и Тесла. При этом микростратегия продолжает покупать на каждой просадке. Поэтому в какой-то момент, когда биткоин станет более зеленым, еще больше институтов должны прийти в биткоин. Их еще 99%. Именно тогда, я думаю, он и начнет хорошо расти. Но пока что нужно еще подождать. Далее, CNBC снова упоминают биткоин. Они объясняют его падение ниже 30 тысяч долларов тем, что китайские майнеры продали большое количество своих биткоинов. Задумайся, таких ценовых отметок мы не видели с конца 2020 года. Весь рост биткоина за 2021 нивелировался этим падением. Теперь самый частый вопрос, который звучит у меня в личке, покупаю ли я биткоин на этой просадке. Несколько месяцев назад, когда биткоин преодолел крайне исторический пик 20 тысяч долларов и стрельнул до 40 тысяч долларов, я снял видео, в котором сказал, что перестал покупать главную криптовалюту. Я до сих пор придерживаюсь этого решения, так как я достаточно скопил монет на медвежьем рынке 2018-2020, а покупать выше 30 тысяч долларов уже считал для себя предприятием рискованным. Я нашел это видео, в котором озвучил свой план больше не покупать биткоин. Это было 9 февраля 2021 года. Именно с того времени я ни разу не купил биткоин, зато баловался альткоинами. Кстати говоря, не всегда успешно. Например, по пенкой к свапу я уже в минусе. Хотя его фундаменталы меня впечатлили и ради них я и рискнул. Ну да ладно, давай покажу тебе небольшой отрывок из этого ролика. И наконец переходим к последней теме видео. Я больше не покупаю биткоин. Поймите меня правильно, я не говорю, что продаю биткоин. Я говорю, что я его не покупаю. Ту часть прибыли, которую я получил и которую по плану я должен был зафиксировать, я уже зафиксировал. После всех этих махинаций и спекуляций, около 50-60% криптовалюты в моем долгосрочном портфеле составляет именно биткоин. Теперь вопрос, когда я собираюсь это все продать? У меня есть стратегия и я собираюсь ее придерживаться. Я поставил себе цель накопить как можно больше биткоинов за период с 2018 по 2020 включительно. И у меня получилось по мере своих скромных сил. И теперь, когда я вернул свое, я говорю прямо и четко. Я не буду продавать биткоины из своего долгосрочного портфеля до тех пор, пока он не будет стоить 100 тысяч долларов. Это моя стратегия. Даже если мы не достигнем 100 тысяч долларов, что по моему мнению должно рано или поздно случиться, я готов держать биткоин еще несколько циклов, как я это уже делал в прошлом. Например, я держал биткоин, когда он упал с 20 тысяч до 3 тысяч долларов. И теперь додержался до почти 50 тысяч долларов за монету. Хотя за этот срок у меня было несколько моментов, когда я хотел продать все к чертовой матери и забыть как страшный сон. И именно поэтому прямо сейчас у меня есть большой соблазн продать все за 50 тысяч долларов за монету. Но я уже давно наметил себе план и должен следовать только ему. С 50 тысяч до 100 тысяч долларов я не покупаю биткоин. И не продаю биткоин. Но когда он будет стоить 100 тысяч долларов, я начну продавать биткоины. Но в отличие от меня, сенатор Синтия Ламес на национальном телевидении говорит о покупке просадки биткоина. Представляешь, сенатор на национальном телевидении. Если что, все камни полетят в нее. Кстати, она единственный сенатор, о котором известно, что он владеет биткоином. Другие пока не признавались. Джим Крамер, который недавно продал почти все свои биткоины, об этом мы говорили, готовится откупить его ближе к 10 тысячам. Вау, какой пессимистичный прогноз. Кстати, интересно, что он не просто слил почти все свои биткоины, но и лонгует эфириум. Он объясняет это тем, что за эфиром в Китае не так охотятся, как за биткоином. Время покажет, был ли он прав. Но, по-моему, если падает биткоин, то эфириум тоже. Это мы уже видели сто раз. Также я хочу показать тебе институциональный отчет о биткоине, который показывает нам, что главная криптовалюта почти находится у своего дна. Институциональная криптофирма StackFunds выпускает отчет, в котором пишет, что биткоин очень близок к своему дну и по-прежнему имеет оптимистичный долгосрочный прогноз. Но на краткосрочной дистанции он не ожидает продолжения консолидации. Также они обратили внимание на то, что на этой неделе истекает срок действия биткоин-опционов на сумму 2,3 миллиарда долларов. И многие сейчас ожидают это с тихой паникой, боясь очередного падения биткоина в день закрытия этих опционов. Сколько всего негативного сложилось? Китай, экология, опционы, манипуляции. Даже удивительно, что биткоин все еще находится в этом диапазоне. По-моему, это даже можно назвать хорошим моментом для биткоина, что несмотря на все происходящее, он еще не улетел до 20 тысяч долларов. Крепко держится. Еще одна интересная статья на закуску, которая показывает, что большие финансовые платежные системы, несмотря ни на что, не отказываются от криптовалютного пространства. Что, конечно же, хорошо. Блокчейн Кэпитал получил финансирование в размере 300 миллионов долларов от PayPal и Visa. Как мы видим, PayPal и Visa, несмотря на этот шторм в биткоине, все равно заходят в этот мир. Так что криптовалютное пространство продолжает строиться и развиваться, несмотря на коллапс курсов. А значит, фундаментально криптовалюта становится сильнее, что не может не радовать. И вот почему я в этой сфере собираюсь быть практически всю свою жизнь. Я верю, что криптовалюта никуда не денется и что она изменит этот мир. Хотя, конечно, не все существующие криптовалюты смогут выжить, и даже у биткоина есть шансы уступить место чему-то более прогрессивному, что может появиться в будущем. И, наконец, еще кое-что интересное. CoinMarketCap начнет ранжировать страны, которые официально принимают биткоин или другую криптовалюту в качестве законного платежного средства на их территории. Это уже попахивает массовым адопшеном, ведь еще в 2019 году о таком даже не говорили и не мечтали. Страна, целая страна, не какой-то киоск признает биткоин законным платежным средством. Бери и покупай, бери и продавай, и все за биткоины. И вот так легко и быстро можно оплатить товар биткоином в Сальвадоре. Просто посмотри на это, и при этом абсолютно законно. И все. Одна секунда, и ты все оплатил. Биткоин. В Сальвадоре. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй, делись видео с друзьями, не забывай зарабатывать и богатеть. Увидимся сегодня вечером, да, сегодня будет два видео, я прямо в ударе, так что до скорого. Надеюсь, что ты поставишь лайк, мне будет очень приятно. Субтитры сделал DimaTorzok